В региональном ОМВД расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Пожилая Тверетянка отдала преступникам 16 миллионов рублей. В криминальной истории региона это самая крупная сумма обмана. Мошенничества стали грустной реалией сегодняшнего дня. Ежедневно, примерно, по подсчетам, если это не выходные, то это где-то миллион-полтора, это минимум. А жители Тверской области, будем так говорить, отправляют мошенникам. Такого рода преступления, это порядка 30% вообще всех преступлений, которые совершаются на территории не только Тверской области, а вообще России в целом. На состоявшейся 17 августа пресс-конференции озвучены цифры статистики. С начала года на территории региона зарегистрировано более полутора тысяч мошенничеств и 670 краж с банковских счетов. Людей обманывают под различными предлогами. Под видом сотрудника финансово-кредитных учреждений, под предлогом совершения сделки купли-продажи посредством сети интернет на различных площадках Авито, Юла и так далее. Под предлогом звонка сотрудника правоохранительных органов, под предлогом родственник попал в беду и иные. Мошенники используют любой информационный повод, подстраиваются под ситуацию в стране. Сейчас мошенники прогрессируются, они представляются сотрудниками ФСБ, предлагают поучаствовать в спецоперации. Либо сейчас доходит до такого, что потерпевшим звонят и говорят, что с их банковской картой счета спонсируются террористические организации. Вам срочно нужно поучаствовать в специальной операции по поимке злоумышленников. Доходит до такого, что мессенджеры даже отправляют картинки о том задержании якобы, чтобы максимально гражданин потерпевший, потенциально, он максимально доверял. Способов обмануть вас бесчислено много. Мы расскажем о них в следующих выпусках патрульной службы. А пока совет профессионала. Мошенник рассчитывает на то, что вы сделаете необдуманный ход, вы поверите ему сразу же, сиюминутно. То есть в долгую никто не пытается вас обманывать. Если у него получилось это сделать в течение условно дня, значит у него получится. Если не получилось, значит у него точно не получится. Вас обмануть, чтобы вы перечислили денежные средства. Как правило, самый главный, самый действенный способ это подумать, остановиться, позвонить тому родственнику, который может быть в зоне службы, твоему знакомому, который просит у вас деньги в долг. Сотовое средство никто не отменял. Можно взять, позвонить и услышать того человека, представляясь которым, или из-за которого вас пытаются обмануть. Это самый действенный способ. В Твери в управлении Росгвардии продолжается ведомственная акция «От сердца к сердцу». В рамках акции сотрудники и военнослужащие сдают донорскую кровь. 17 августа в донорский пункт пришли росгвардейцы с редким компонентом крови. Начальник пожарной инспекции управления Росгвардии по Тверской области майор Иван Самуник – донор со стажем. На практике в силу своей профессии офицер не раз сталкивается с тем, что людям, пострадавшим на пожаре, требуется особая группа крови. На практике не раз сталкивался с тем, что людям, пострадавшим при пожаре или ДТП, нужно большое количество крови. И для вливания им не всегда есть наличие та группа крови, которая им необходима. Поэтому, особенно вот с такой группой, редкой как у меня, периодически вызывают и просят сдать кровь. Естественно, я не отказываюсь и всегда готов помочь. Сотрудники и военнослужащие ведомства сдают кровь в среднем до шести раз в год, как в рамках акций, так и по обращению врачей для тяжелобольных пациентов. За годы сотрудничества региональной станции переливания крови с управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии правоохранители пополнили банк крови более чем на 40 литров.